О восстановительных работах в селе Талыш Тартерского района расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова, узнаем в нее подробности. Альбина, тебе слово. Через неделю после начала Второй Карабахской войны, 3 октября 2020 года, от почти 30-летней армянской оккупации было освобождено село Талыш Тартерского района. И успехи, достигнутые азербайджанской армии в направлении освободить этот стратегический пункт, имело, конечно же, огромное значение для дальнейшего хода войны. И вот на одной из возвышенностей в селе Талыш был установлен мемориальный камень, на котором был выгравлен твит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня мы также ознакомились с этим камнем. Хотелось бы поговорить о восстановительных работах. Буквально в течение года здесь были начаты восстановительные работы, точно так же, как и на всех освобожденных от армянской оккупации территориях. Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту, уже построены новые дома, создана вся необходимая инфраструктура. И в отличие от армянских захватчиков, конечно же, истинные владельцы этих территорий только проводят лишь созидательные работы. И в рамках сегодняшнего медиатура мы узнали, что в первую очередь осуществлялась реконструкция и благоустройство площади флага, и мы также ее посетили. Также хотелось бы отметить, что вместе с тем мы ознакомились с условиями, созданными в детском саду. Кроме того, полностью реконструировано 10 нежилых объектов и объектов общественного питания, и одним из них является административное здание. И вот это двухэтажное административное здание, оно было капитально отремонтировано, реконструировано полностью его кровля, и здесь были проведены масштабные работы по озеленению, и все коммуникационные системы здания были реконструированы. Также хотелось бы отметить, что административное здание оснащено системой сигнализации, водоснабжения и так далее. Как я отметила, позаботились также и о самых маленьких младших жителях села. Был построен детский сад в селе Талыш, это одноэтажное здание, которое пойдет во благо для эффективного и, конечно же, интересного досуга детей, которые пойдут в этот детский сад. Помимо этого, также хотелось бы отметить, что здесь была построена школа на 78 ученических мест, которая также оснащена всем необходимым оборудованием. Сейчас мы находимся в селе Суговушан, которое также было реконструировано, и вот прямо перед нами, к слову говоря, находится Суговушанская школа. Но до того, как мы перейдем непосредственно к Суговушану, хотелось бы отметить, что прибыли мы сюда по автомобильной дороге Талыш, Табгара-Гойн-Лу и Нафталан. И, конечно же, возрождению, восстановлению дорожной инфраструктуры в стране придается особое значение. Мы говорили неоднократно о том, что при восстановлении, при возрождении Карабаха, в первую очередь, конечно же, приоритетным направлением являлось именно, и по сей день является именно, восстановление дорожной инфраструктуры. И, конечно же, вот эта дорога, которая объединяет несколько населенных пунктов, поспособствует не только, скажем, свободному передвижению жителей тех районов, но также и поспособствует экономическому росту страны и свободным грузоперевозкам. Также хотелось бы поговорить еще, если мы говорим в целом о селе Талыш, хотелось бы напомнить, что 16 марта туда было переселено 20 семей, было построено 20 домов, там также, как было уже ранее отмечено, была создана вся абсолютная инфраструктура для их полноценной жизни. Мы видели аптеки, мы видели маркет, умные остановки и так далее. То есть все для их свободного передвижения, все для их спокойной жизни было обеспечено, и нам удалось, к слову говоря, поговорить с бывшими уже вынужденными переселенцами, которые вернулись на свои родные края. И, конечно же, они не могли сдержать своих эмоций, так как переехали сюда буквально не так давно, буквально три дня назад. И, конечно же, это все достаточно впечатляюще, и они не могли сдержать своих эмоций, и говорили о том, какие действительно хорошие условия созданы в квартирах, в которых они сейчас проживают. Помимо этого, также хотелось бы отметить, что очень скоро будут переселены еще 180 семей, то есть только в течение года в селе Талыш Тартерского района уже будут проживать около 180 семей. Сейчас наш тур продолжается. Как я отметила, мы сейчас находимся в Суговушане, но более подробно о Суговушане Тартерского района мы поговорим в наших следующих выпусках. Эльнар, у меня пока на этом все, передаю слово тебе. Спасибо, Альбина. В остановительных работах на освобожденных территориях рассказала Альбина Абдурахманова. Продолжение следует...